Возьмем два резистора и измерим их сопротивление с помощью мультиметра. Сопротивление первого резистора равно 207 Ом, а второго — 202 Ома. А когда резисторы соединены последовательно, сопротивление получившейся цепочки составляет 407 Ом. А это и есть сумма сопротивлений обоих резисторов. Когда мы подаем на цепочку из двух резисторов внешнее напряжение, через них протекает один и тот же ток. По закону Ома, падение напряжения на резисторах пропорционально их сопротивлениям. Сумма этих двух напряжений равна внешнему напряжению. Коэффициент пропорциональности между напряжением и током — это и есть сопротивление цепи. Поэтому при последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются. Теперь соединим те же самые резисторы параллельно и измерим сопротивление получившейся цепи. Мультиметр показывает 105 Ом, примерно в два раза меньше, чем сопротивление каждого из резисторов. Как же рассчитывается сопротивление такой цепи? При параллельном соединении полный ток И растекается на два тока И1 и И2. Падение напряжения на каждом из резисторов равно внешнему напряжению У. По закону Ома ток, протекающий через резистор, равен напряжению, поделенному на сопротивление. Складывая эти два тока, мы находим полный ток И. Но ведь ток И равен напряжению У, поделенному на сопротивление всей цепи R, которое мы хотим найти. Получается, что при параллельном соединении резисторов складываются величины, обратные сопротивлением, и сопротивление цепи будет меньше сопротивления каждого из резисторов. Пользуясь правилами для последовательного и параллельного соединения, можно рассчитывать сопротивление некоторых более сложных цепей. Выделим на схеме блок из трех параллельно соединенных сопротивлений. Обратные сопротивления равны 1,4, 1,6 и 1,12. Сумма этих дробей равна 1,2. А если перевернуть эту дробь, получится 2 Ома. Теперь наша цепь состоит из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 и 2 Ома. Значит, сопротивление всей цепи равно 5 Ом. И задача решена! Субтитры создавал DimaTorzok